Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект хай-тек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня создаем архивы и перерабатываем рыбьи внутренности. Вейпы не для Apple. Компания удаляет все приложения, имеющие отношение к вейпингу из своего App Store. Это явно связано с шумихой и весьма печальными новостями, которые сейчас активно обсуждают в США. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, зафиксировано 42 смертельных случая, вызванных поражением легких из-за так называемого парения, то есть курения электронных сигарет. И хотя Apple запрещает продажу картриджей для вейпов через приложение, есть множество апплетов, связанных с этим пристрастием. Всего 181. Apple также обновила свои рекомендации по использованию App Store. Теперь в его тексте говорится, что в App Store запрещены приложения, которые поощряют потребление табачных изделий и вейп-продуктов, нелегальных наркотиков или чрезмерное употребление алкоголя. Считается, что вспышка болезней, связанных с вейпингом, вызвана в первую очередь употреблением продуктов с содержанием тетрагидроканабиола. Однако официальных подтверждений этому пока нет. Так что представители американского здравоохранения просто рекомендуют держаться подальше от всего, что связано с вейпами. Супермена записали на стекле. Microsoft и Warner Brothers объединили усилия и сохранили культовый фильм «Супермен» 1978 года на куске стекла толщиной 2 мм и размером с подставку для кружки примерно 75 на 75 мм. Запись этого фильма на стекло — первый прикладной результат проекта под названием «Силика» подразделением Microsoft Research. Он предполагает использование новейших разработок в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных в кварцевом стекле. Лазер кодирует данные в стекле, создавая слои трёхмерных наноразмерных решёток и деформаций на разных глубинах и под разными углами. Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные и декодируют узоры, которые создают поляризованный свет, проходящий через стекло. Почему стекло? В отличие от всех используемых сейчас носителей информации, твёрдое кварцевое стекло может выдержать кипячение в воде, нагревание в духовке и микроволновой печи, мытьё и чистку, размагничивание и другие воздействия окружающей среды, грозящие бесценным историческим архивом и культурным сокровищам. Компания Warner Bros. обратилась к Microsoft после изучения результатов исследования. Кинопроизводитель постоянно ищет новые технологии для сохранения своей обширной коллекции. Каждые несколько лет компании приходится осуществлять перенос архивов на новые носители. Это дорого и трудоёмко. А запись на стекло и использование искусственного интеллекта для декодирования информации — отличный способ сохранить ценные материалы. «Мы всегда надеялись, что когда-нибудь это станет возможным. Поэтому, когда мы узнали, что Microsoft разработала такую технологию на основе стекла, мы захотели её проверить», — сообщил директор по технологиям Warner Bros. Вики Колф. Пластик из рыбьих кишок спасёт экологию Земли. 23-летняя выпускница Британского университета Люси Хьюз получила международную награду фонда Джеймса Дайсона за дизайн органического продукта, который, как она надеется, однажды заменит изделие из одноразового пластика. Этот пластик из рыбьих внутренностей биоразлагаемый и даже съедобный. Название продукта Марины Текс. Люси надеется, что когда-нибудь именно из этого материала будут производиться все одноразовые пластиковые изделия, вроде мешков для выпечки, пакетов для сэндвичей или салфеток. Он сделан из комбинации органических материалов. Процесс начинается с получения белков из рыбных отходов. Так что первым делом я посетила рыбоперерабатывающий завод. Там я пыталась понять, как я могу использовать эту массу отходов и как добавить ей ценности. Затем надо было найти органическое связущее вещество. Это привело меня к использованию морских водорослей. Вот из этого и состоит материал Марина Текс. Сырья для материала будет предостаточно. Рыбная промышленность мира производит до 50 миллионов тонн отходов ежегодно. Когда я взяла в руки эту кожу, чешую, я поняла, что в них заложен определенный потенциал. Материал был гибким, но податливым и прочным. Меня поразило, что природа может создать такое. Зачем же нам создавать сотни искусственных полимеров, когда их и так уже создала природа в достаточном количестве? Пишите на нашу почту, рассказывайте о своих проектах. Мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите ХайТек на канале Хабар 24. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин